Здравствуйте! В этом году мечта Насти Покатилко уже исполнилась. Девятилетняя девочка загадала простое, но такое трогательное желание. Увидеть и как можно больше узнать о достопримечательностях родного города. Об этом она и написала в новогодней открытке, которая оказалась на елке желаний. Синим цветом обозначена Волга в северной стене Кремля. Поэтому здесь была пристань. Здесь таким схематическим образом изобразили корабли, которые приходили. На это пристань. Компанию на экскурсии Насти составляет министр культуры и туризма региона. Ольга Прокофьева и сотрудники историко-архитектурного комплекса рассказывают о самых интересных фактах, связанных с Кремлем. Такое на уроках не услышишь. Успенский кафедральный собор. Его высота 80 метров. Для сравнения, это два девятиэтажных дома. Не все об этом знают, но центральная башня Кремля стоит неровно. Ты думаешь, в какой скором он имеет наклон? Правильно, направо. После прогулки по Кремлю посещение фото-выставки «Сохраняя будущее» в Цейхгаузе. Здесь Настя показывают уникальные снимки живой природы, сделанные в биосферном заповеднике. Но на этом маршрут экскурсии не заканчивается. Настя заглядывает за кулисы Астраханского театра оперы и балета и встречается с «Золушкой из сказки». Как тебя зовут? Настя. Настя, какой у тебя красивый вид. Пойдем. Пойдем. А какое твое самое заветное желание? Я даже не знаю. Не знаешь? Я хочу вообще убывать во всех местах города. Это прекрасное желание. Насте показывают, что происходит по ту сторону сцены, дают мастер-классы и вручают приглашение на главный новогодний спектакль театра «Щелкунчик». Какие дожди есть? Это кто? Челкунчик. Челкунчик. В завершении экскурсии встреча с главным волшебником страны. В подарок настоящие пуанты и заряд положительных эмоций. Ездили в Кремль и сейчас в театр. Мне вообще понравилось. И здесь мы были в белой комнате, и там было будто бы все из шерсти. И там еще в середине зала, можно сказать, была черная ворона. Потом мы пошли в черный зал, и там были на деревьях белые вороны. Желание твое исполнилось? Да. Ты счастлива? Да. Новый год – это время исполнения заветных желаний. Время, когда стать волшебником может каждый, для своей семьи и близких, а еще для тех, кто нуждается в помощи и поддержке.